В области продолжают решать вопрос дефицита медицинских кадров, особенно в больницах района и сельской местности. В целях укрепления кадрового потенциала в Казахстане действует ряд программ, рассчитанных на молодых специалистов. Какие меры принимают в Кустанайской области для привлечения медицинских работников, расскажет наш корреспондент. Всего в Кустанайской области 2000 медицинских работников, 560 из которых предпенсионного возраста. Справиться с проблемой дефицита медицинских кадров в области планируют, улучшив социальный пакет прибывших специалистов. Увлечат сумму подъемных. Врачи городских больниц получат около 3 миллионов, сельских до 5 миллионов тенге. Также ежегодно в Акимовом области для абитуриентов выделяются государственные гранты. Определена ярмарка в городе Ак-Тюбе. Будут направлены главные врачи, которые на сегодняшний день не имеют кредиторской задолженности, выйдут в Ак-Тюбе, проведут встречу с выпускниками. Мы уже по результату на 2023 год примерно будем уже знать и понимать, какое количество придется Ак-Тюбинского региона. Но оттуда специалистов приходит очень мало. В основном у нас Караганда, Кустана, Караганда и Астана. С целью снижения младенческой смертности в области планируется строительство перинатального центра. Медицинское учреждение будет соответствовать всем современным стандартам и методам лечения. Пока на базе областной больницы функционирует центр материнства и детства. С 1 декабря областная больница полноценно всех недоношенных детей Кустанайской области, то есть роддомов первого и второго уровня, принимает на свою базу. В дальнейшем, в 2023 году у нас планы того, что развернуть полноценное отделение, укомплектовать его, дооснастить, ну и проводить работу, как в других регионах, согласно приказу. Для строительства нового перинатального центра в области уже выделен земельный участок. Управлением здравоохранения планируется приобретение новейшего оборудования, которое поможет оказывать экстренную помощь для недоношенных новорожденных и детей с врожденной патологией. Для подготовки медицинских кадров время есть, так как возведение объекта начнется только в следующем году. Айдана Папанина, Руслан Джабаев, телеканал Кустанай.